друзья всем привет вы на моем канале меня зовут сергей ослендер и я продолжаю свои ежедневные сводки о том как израиль ведет войну с хамас сегодня пошли третьи сутки вот прошло чуть больше 48 часов и сейчас начинают обрисовываться вообще масштаб катастроф на данный момент там порядка 750 израильтян убиты больше двух тысяч раненых из них по-прежнему очень много тяжелых и в критическом состоянии что говорит о том что вероятнее всего к число погибших возрастет человек 500 по моему до сих пор числятся пропавшими без вести неясна их судьба то ли они уведены в газу в качестве заложников то ли убитые где-то лежат в полях полиция и армия сумели пробиться вот к месту проведения той злополучной вечеринки возле кибуцеры им там насчитали 260 тел это в основном такие молодые ребята там грубо 18-20 лет которые приехали на фестиваль музыки и вот попали буквально под первый удар хамаса кроме этого хамас опубликовал количество заложников 130 человек находятся у них руках там и дети и женщины есть целые семьи и пожилые люди и в общем это все какой-то абсолютнейший кошмар в котором израиль никогда не был за свою историю израиль никогда не нес одномоментно такие потери за войну судного дня я напомню за первые сутки потеряли 100 человек самая тяжелая война в истории государства как считалось вот до позавчерашнего дня но это были солдаты которые воевали которые защищали линию барлева на суэцком канале которые воевали на голландских высотах против танковой армады сирии но такого количества гражданских одномоментно не погибало никогда очень много погибших среди военных очень много погибших среди полиции среди спасателей те кто первый прибывал на место и первыми соответственно попадал под удар то есть полиция буквально вот в первые часы вторжения вела уличные бои с террористами от пистолетами против этих головорезов вооруженных автоматами и пулеметами и гранатометами в общем какой-то совершеннейший ужас мы все пока еще пребываем состоянии такого шока и все еще только начинаем осознавать сейчас идет процедура опознания тел как я уже говорил у нас открыли специальный центр туда просят приходить родственников пропавших без вести приносить какие-то вещи из которых можно взять образцы днк документы фотографии в общем пока идет вот это вот такая очень тяжелая процедура сегодня начинаются похороны погибших что касается заложников это такой фактор который раньше когда не было были израильтяне захвачены в плен капрал шалит я напомню пять с половиной лет шли переговоры его освобождение но он был один сейчас их 130 включая маленьких детей поэтому сейчас вот израильское руководство пока решает что вообще со всем этим делать одновременно армия до сих пор не может взять под контроль границу через которую собственно прорвались террористы как им это удалось сейчас поговорим чуть позже но буквально вот пару часов назад в вот на момент когда записываю эту сводку в здоровье в городе здоровье была перестрелка там ликвидированы двое террористов поселение шара негив ликвидированы четверо пусть они продолжают проникать уже не в таких количествах ввс там пытаются контролировать границу вертолетами и дронами но все равно им там как-то удается просачиваться вот армия сейчас стягивает газе большие силы там стянуто несколько пехотных бригад резервисты в том числе танки броня артиллерия вот в общем армия готовится к наземному вторжению с одной стороны наземное вторжение ну практически неизбежно с другой стороны мы вот попали в такую своего рода ловушку с одной стороны там заложники это очень осложняет проведение наземной операции другой стороны без наземной операции не уничтожишь хамас и не освободишь заложников поэтому параллельно опять же сообщают о том что переговоры через египет оба освобождение хотя бы женщины детей по гуманитарным соображениям ну посмотрим как это все будет развиваться события видите все еще в развитии пока в таком еще в развитии прямо скажем не в нашу пользу армия продолжает нанесение мощных ударов по сектору газа силами ввс флота и артиллерии больше не применяются там никакие вот эти технологии типа стук в крышу стук в крышу она помнит когда кидают болванку на здании она бьет по крыше и как бы таким образом предупреждает тех кто там находится что через какое-то время здание разбомбят теперь уже это не применяется никто там уже не оглядывать снимки гуманитарные нормы просто сносят все объекты которые имеют хоть какое-то отношение к террористам вот вчера буквально разбомбили квартал саджая это такая вотчина хамас в городе газа вот там буквально все уничтожили вот мирным правда сбрасывают предупреждение о том что уходите туда ближе границы с египтом потому что по всей видимости может начаться наземная фаза операций кроме этого главной переменной остается север и движение хизбалла террористы из хизбаллы остаются пока главной переменной во всем этом уравнении там пока обстановка тревожная но вполне под контролем северный военный округ находится в состоянии такой повышенной бои готовыми повышенной максимальной боеготовности там развернуты артиллерия тоже танки и так далее и в вступление хизбаллы войну остается главным вопросом если она вступит это будет один расклад очень неприятный для нас очень тяжелый если не вступит то это будет другой расклад американцы в свою очередь послали к нашим берегам сейчас кипру подходит авианосная ударная группа во главе с авианосцем джеральд форт и 3 ракетных эсминца ракетный крейсер подводная лодка они послали это якобы в знак солидарности но в знак солидарности просто вывешивают флаг над белым домом израильский например да это не знак солидарности это откровенное предупреждение хизбаллея ирану не вмешиваться в эту историю то есть израиль будет разбираться с хамасом а вы как бы оставайтесь в стороне в противном случае ну мы же понимаем и об этом уже даже рассказывал себя где-то на канале о том что авианосная ударная группа это колоссальная мощь которая способна стереть в пыль небольшую страну не говоря уж там какой-то этой вонючей хизбалле так что посмотрим как это все будет развиваться но пока вот американцы высказать однозначно нашу поддержку прям выразили абсолютную поддержку без всяких условий уже начались поставки от них военной помощи это прежде всего противоракеты для железного купола потому что железный купол работает напряженно работает обстрелы есть вчера вот вечером последний раз обстреляли центр страны сегодня вроде обстреливают но близлежащие поселения к сектору газа вероятно из минометов так что там железный купол не требуется очень такое произошло сильное объединение народа сейчас народа который был раскол от этой юридической реформой политика 5 все все объединились резервисты толпами валят служить я вот когда накануне улетал из-за границы раз первый день вторжения я видел как в аэропорту люди штурмовали кассы авиакомпании требую отправить их в израиль это были резервисты видео как людям приходили эсэмэски вот моим соседям по самолету перед вылетом приходили эсэмэски что их призывают на военную службу и все они явились пошли нет никаких отказов все политика забыто все распри забытые в народе началось такое сильнейшее волонтерское движение помогать армии не то чтобы мы там ей должны что-то закупать не тут именно вот речь идет о такой прежде всего моральной поддержки своей армии которая сейчас вот возможно вступит в такую тяжелую войну я напомню что израиль впервые с 1973 года ввел в действие так называемый параграф 40 алиф мы теперь официально находимся в состоянии войны это не просто слова вот мы войне или мы не войне это дает нам определенные полномочия силовым структурам это дает определенные полномочия очень широкие полномочия военным теперь армия не должна спрашивать у политического руководства как и действовать не должна получать приказы а просто должна воевать и лишь информировать политическое руководство о своих решениях ликвидирован один из главарей хамаса его звали айман юнис проблема заключается в том что в секторе газа сейчас находятся ну как бы командиры хамаса что называется второго эшелона весь первый эшелон перед войной успел выехать через египет куда-то в катар они там уехали кто-то видимо в ливане находится и так далее то есть вот прямо до самой верхушки добраться пока не получается но то что они теперь прямо будут цель для массада для ликвидации это вот никакого сомнения к сожалению и к счастью не вызывает да то есть да прошу прощения несколько сумбурно формулирую свои мысли вот идут третьи сутки мы почти не спим там на основной работе эфиры идут бесконечные вот мы вправь вчера вещали я работаю военным обозревателями девятого канала с 7 утра и до полуночи и сегодня опять это все будем продолжать опять до полуночи и так далее сейчас все как бы перешли на такой режим работы хочу сказать кстати в сети плодится гигантское количество фейков по поводу этой войны русские выложили танк т-90 который спалили украинцы и выдали это за танк меркова у нас действительно подбит танк меркова и такие видео есть но то вот что они выкладывают это их танк сожженный где-то там в полях под бахмутом видео с детьми которые сидят в клетке это не это фейк это старое видео просто арабы развлекались таким образом просто по приколу посадили детей в клетку поснимали поржали это не заложено дети там есть есть видео с мальчиком которого тыкают палками которого приволокли в газу пятилетнего это к сожалению правда то есть к ним попал в руки вот как минимум один маленький ребенок и непонятно где его находится родители были ли они убиты или захвачены в плен и их разделили совершенно ничего не понятно короче говоря ситуация совершенно ужасная израиль никогда не был в такой ситуации но чем израиль всегда отличался он умел быстро собираться быстро мобилизоваться и делать выводы из своих ошибок так что посмотрим как это все будет развиваться сейчас вот то есть несколько главных таких переменных это первое будет ли наземная операция вторая вступит ли войну хизбала и третье что делать заложник пока вот ответов на эти вопросы мы не знаем и пока мы мы не можем их получить я полагаю что относительно наземной операции все решится в ближайшие 24 максимум 48 часов относительно хизбаллы сейчас там идут всякого рода действия по дипломатическим и разведывательным каналам посылают предупреждение не вмешиваться потому что если они вмешаются нам придется уничтожить ливан вообще как государством идет его разрушить буквально и по поводу заложников идут переговоры через египет посмотрим может быть час на первом этапе удастся освободить женщины и детей а там дальше уже поглядим как все это будет развиваться я возможно к вечеру запишу еще одну сводку потому что событие динамическое очень такое развивается постоянно и попробую рассказать вечером о том что собственно происходит она будет так покороче несколько не забывайте пожалуйста там лайкнуть подписаться прокомментировать это все важно это все помогает распространять информацию и помогает продвигать тоже мой канал patreon booste в описании кнопочка супер спасибо работаем тяжело но работаем для вас спасибо что смотрите еще раз и до следующей сводки всем пока